В списке кандидатов на пост главы Самары сегодня появились сразу три новые фамилии. Заявку оставили Валентин Сульянов, Виталий Копылов и Екатерина Бородай. Валентин Сульянов, 26-летний слесарь, сборщик ракетных двигателей ПАО Кузнецов, известен также тем, что через твиттер рассказывает властям о проблемах своего района. Благодаря его гражданской активности удалось отремонтировать тротуар на проспекте Карла Маркса в районе пересечения с Советской Армией, а также установить там дорожные знаки. Виталий Копылов, ветеран полиции, до недавнего времени руководил кадетским корпусом МВД России в поселке Управленческий в Самаре. Екатерина Бородай была главным редактором одного из модных глянцевых журналов Самары. Сейчас она замдиректора Института технологии и развития. Организация занимается дополнительным образованием, работает с информационными технологиями, а также ведет деятельность в правовой сфере. Всего на кресло градоначальника претендует 13 человек. Прием заявок будет закрыт 18 декабря, а имя нового руководителя станет известно до 22. Напомню главу города, согласно уставу, с 2015 года в Самаре выбирают по новой схеме. Кандидатуры утверждает сначала конкурсная комиссия, затем их выносят на голосование депутатов городской думы. Продолжение следует... Продолжение следует...